Каменные кресты 13 века найдены на территории одной из самых древних христианских обителей. Схожи ли они со знаменитыми туровскими крестами и как находка может отразиться на трудах историков? Подробнее Елена Бормотова. Символ христианства на месте былого паганского капища. Каменные крыжи устанавливали как знак того, что населенный пункт принял хрещение. Это 13-е годы, в той час, когда в Лаурышеве был заснован один из первых православных монастыров. Мы в весну нашли тут первую крышу, он слегка преузымался над землей. А уже когда летом начали расчистку первого, зауважили, что тут есть макушка камня. И думали спочатку, что камень, но вы решили расчистить, и казалось, что это так само крыша. И они росли с под земли, как знакомитые туровские. Одинное, что их отразливает материал. Знайденные у Гнесича, это кварцитовый песчанник и песчано-жверово-галечный конгломерат. Склад установили геологи Академии навык Беларуси. Это еще один камень, который связывает нас с историей древней обители. Это говорит, что все-таки это было место историческим, значимым. И раскрывая эту историю, мы приближаемся к той подлинной истории, которая была в прошлом и связывала нас с христианством. Крыжи знайшли по часу историко-пошуковых работ на место старожитных могилок. Больше деталево Некрополь будут доследовать в наступном сезоне. Бо сгодна с монастырскими инвентарами тут исновала еще и каплица. Подмурки подобного культового сбудования были знайдены у некоторых километрах на старых монастырских могилках у Лауришеве. Одна из версий историка у Гетаскит православного притулку. Князь Войшалк жил особо на основной части монастыра. Особо это значит в скиту, худший за все. И в скиту, как правило, храмы были невеликие. Махчимар это был храм скита. Храм Войшалка? Махчимар. Доследования будут протягиваться. Ужнив не плануются попередние, а в наступном годе проведутся полноценные археологичные раскопки. Зараз крыжи, выставленные на территории монастыра. До них может докрануться любой паломник. Каменные знаки христианства будут доследовать и навыковцы, как докладно вызначит датировку. Але знаходка больше не покинет территорию духовного центра. Алена Бормотова, Виталь Селяука, агентство Телиновин.